На создание этого халата из рыбьей кожи у Валентины Бельды ушло три года. Больше всего времени потрачено на подготовку материала. Надо рыбу поймать, снять с нее кожу, почистить от мяса, от жира. Потом мы стираем, высушиваем и мнем. Мнем так, чтобы она была как ткань. Потому что мы же потом иголку с ниткой. Машина вошла здесь, нет вообще. В халате использована кожа трех видов амурских рыб. Кита, сом, ленок. И у каждой свой цвет и узор чешуи, что дополняет художественный замысел мастера. Вот эти косточки сазана, они вот здесь вот находятся над губками парочкой. Отварили, почистили от мяса все, промыли еще раз, дырочку просверлили, вот вам украшение. Валентина Бельды не только шьет изделия из кожи, но и учит этому детей в межпоселковом центре на найской культуре села Джаре. Работа с рыбьей кожей требует много сил и усидчивости и очень популярна среди мальчиков. В общей сложности в центре занимается 170 детей. Их также учат работе с деревом, изготовлению национальной одежды, традиционным танцам и искусству вышивки. Нанайская мастерица должна владеть 40 видами швов, каждый из которых подчеркивает красоту традиционного орнамента. Лучшие работы учеников представлены на выставке. Сколько мы возрождали, искали по музеям, по нашим бабушкам, пока они были еще живы, мы все это по крупицам собирали, чтобы восстановить это все, что вот сейчас вы видите, ушли годы. По данным последней переписи, в России проживает 11 тысяч нанайцев. И каждая такая выставка – вклад в популяризацию нанайской культуры и надежда на то, что юные авторы этих работ в будущем сохранят секреты национальных ремесел. Выставка продлится до конца апреля. Наталья Смоленинова, Константин Пестерев. Для Большого Города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова